Уважаемые коллеги, глубоко уважаемый президиум, рад всех приветствовать. И давайте поговорим об оценке эффективности неодневматного лечения рака мочей железы и посмотрим на особенности применения системы RECIST 1.1. Сама по себе, неодневматная химиотерапия является частью комбинированного лечения рака мочей железы. И чаще всего она применяется у пациентов с неоперабельными образованиями молочной железы и с крупными операбельными опухолями, которым нет возможности выполнить органосохраняющую операцию. Таким образом, с помощью применения неодневматного лечения мы можем изменить тактику лечения данных пациентов, таким образом провести вместо масоктомии органосохраняющую операцию. И сам по себе полный патруфологический ответ является несомненно благоприятным прогнозом для таких пациентов. В нашем арсенале, в арсенале онкологов, лучевых диагностов, есть большое количество различных методов лучевой диагностики. Это маммография, удорозаковая диагностика, магниторезонанская антомография, различные радионуклидные методы исследования. И давайте перейдем к алгоритмам обследования пациента. Можно выделить условно три временных точки, на которые мы ориентируемся. То есть мы должны выполнить исследование до начала лечения. На этом исследовании мы определяем различные морфологические особенности опухоли. Это узловое образование, диффузная форма рака молочной железы. Определяем размер и локализацию данного образования. Далее проводятся промежуточные исследования после второго и после каждого второго курса химиотерапии. На данном бантате мы проводим раннюю оценку ответа, как отвечает опухоль на дневное лечение. Выявляем резинцентный к данному лечению образование и можем, если что, скорректировать тактику лечения. И третий этап – это исследование уже после окончания наидевантного лечения. На данном этапе мы, соответственно, проводим оценку ответа, итоговую, как она ответила на химиотерапию, и можем провести хирургическое планирование. Также хотелось бы отметить несколько важных аспектов, которые выполняются при контрольных исследованиях. Первое – это мы должны проводить оценку динамики именно на тех исследованиях, которые были выполнены с помощью тех методов лучевой диагностики, которые были выполнены до начала лечения. То есть нельзя сравнивать разные методы лечения. Соответственно, мы определяем изменения в динамике размеров образования и размеров лимфатических узлов пораженных. Далее, с помощью ряда исследований и методов, мы можем определить изменения плотности образования и, соответственно, изменения структуры как самого образования, так и пораженных лимфоузлов. И для того, чтобы как-то систематизировать то, как отвечает опухоль на динаматное лечение, была разработана и предложена, можно сказать, широко внедрена система RECIST 1.1, которая направлена на оценку солидных образований. У нее есть четыре категории. Это полный регресс – исчезновение всех очагов. Это частичный регресс – уменьшение очагов на 30% и более при условии отсутствия появления новых метастазов и прогрессирования. Это стабилизация процесса. При этом не происходит у данного очага уменьшение на 30% и более, либо и в то же время не происходит увеличение на 20% и более размеров очагов, как при прогрессировании. Как же мы проводим оценку изменения размеров? Оценка отличается для измерения размеров образования и лимфатических узлов. Для образования мы проводим в солидном очаге, определяем наиболее длинный диаметр и затем проводим второе измерение под прямым углом к первому. Для лимфатических узлов все немного наоборот. Мы измеряем только один размер и то по короткой осиле лимфатического узла. Однако хотелось бы сделать ремарку. Не забывайте использовать реконструкции и изображения в разных плоскостях, потому что порой не в стандартных аксиальных проекциях мы можем не увидеть наибольший диаметр образования. Поэтому нужно смотреть сагитальные и корональные плоскости. Кроме этого, существуют разные типы ответа того, как отвечает опухоль на проведенное лечение. Есть такая классикация, разделяется на 4 типа. Первый тип, наверное, наиболее распространенный. И это, так сказать, концентрическое уменьшение образования. Оно наиболее просто в диагностике. То есть мы измеряем диаметр образования до, диаметр после. Оно равномерно уменьшается в размерах. Два других типа, они характеризуются наличием дополнительных фрагментирования образования. При втором типе есть какой-то доминантный очаг, а более мелкие фрагменты мы порой можем даже и не увидеть с помощью методов лучевой диагностики. Третий тип происходит фрагментация на относительно похожие фрагменты. И на что хотелось бы обратить внимание, это на то, как их оценивать. То есть мы проводим оценку наибольшего диаметра первичного образования. А если после лечения оно фрагментировалось, мы складываем диаметры вот этих фрагментов. И также при прогрессировании. То есть наоборот, мы отдельные фрагменты измеряем. И если там лимфозы превратились в конгломерат, мы их сравниваем, их сумму сравниваем с наибольшим диаметром этого конгломерата. Также нужно сказать о наличии специальной патруфологической классикации по оценке ответа опухоли на проведенное лечение. Предложенный Миллера и Пайн, она состоит из пяти степеней, где первая степень – это отсутствие каких-либо изменений в структуре опухоли. И пятая степень – это полный патруфологический регресс. Что необходимо сделать перед началом медведенного лечения? Опухоль на фоне проведенного лечения может либо полностью ответить, либо значительно уменьшиться. И происходит нарушение архитектоники мощной железы. Для того, чтобы нам провести оперативное вмешательство именно в той области, где была опухоль, и знать, куда смотреть во время контрольных исследований, для этого наносят различные татуажные метки на кожу и металлические метки, как мы видим на снимках маммографии. Вернемся к слайду с методами лучевой диагностики. Их действительно большое количество, однако ни один из методов в отдельности не может похвастаться стопроцентными показателями чувствительности и специфичности. Для этого в нашем арсенале есть возможность их комбинирования. И наиболее распространенной и доступной комбинацией методов является ультезоковая диагностика и маммографическое исследование. Давайте посмотрим несколько примеров того, как отвечает опухоль на примере маммографического исследования. Слева мы видим образование мощной железы, достаточно крупное, с кальцинаторами в структуре. И после проведения нейдематного лечения мы видим, что да, оно уменьшилось в размерах, однако кальцинаты сохраняются, здесь частичный регресс, и это подтверждается данными по трофологии. Здесь уже пример полного ответа, исследование до начала лечения. И после проведения нейдематной химиотерапии данное образование при маммографии не визуализируется. И также был выверен полный ответ после оперативного вмешательства. Однако оценка эффективности нейдематного лечения при маммографии осуществляется только с помощью оценки изменения размеров на фоне проводимого лечения. Однако по действиям нейдематного лечения в опухоли могут происходить различные дистрофические и некротические изменения, при которых формируется остаточная ткань, которая может не содержать в структуре опухолевых клеток. Поэтому очень важно определять не только размеры, но и какие-то структурные характеристики образований. Для этого, конечно, на сегодняшний день появляется много модификаций уже нам известных классических исследований. Одно из таких модификаций – это применение контрастного усиления при классической маммографии. Вот пример. Мы видим хорошо контрастируемое образование до начала лечения. И после проведенного нейдематной химиотерапии мы видим, что никаких участков накопления контрастного препарата в молочной железе не визуализируется. И перейдем далее к ультразговому исследованию. Этот метод обладает высокими показательными чувствительными специфичностями как в первичной оценке образования, так и, несомненно, в мониторинге изменения размеров опухолей и пораженных лимфоузлов. При этом она может осуществляться как при классическом серошкальном УЗИ, так и с помощью специальной дополнительной методики с сонной эластографией, которая позволяет оценивать как качественные, так и количественные показатели жесткости опухолей и пораженных лимфоузлов. Давайте также посмотрим несколько примеров. Слева мы видим опухоль до начала лечения. С синим сигналом видно, что синим отмечаются более жесткие ткани. И также мы можем измерять, чтобы количественно видеть, это показатель... Сейчас, если будет видно указку. Указку не видно. Показатель жесткости 6,46. И после проведенного лечения мы видим, что и образование само по себе немного уменьшилось в размерах, изменилась площадь этого синего сигнала, и также уменьшился показатель жесткости. Пример полного регресса. Мы видим, что постепенно образование в молочной железе уменьшается. Также уменьшается показатель жесткости. И далее он становится меньше порогового значения в 4. И здесь можно сказать о полном регрессе данного образования. При этом те критерии, которые мы используем при... которые мы получаем при сонной эластографии, можно использовать как прогностические. Согласно ряду исследований, опухоли, которые ответили 5-й степенью лекарственного патоморфоза, то есть полным ответом на проводимое лечение, изначально имели меньшую жесткость, чем другие. И также при снижении показателей жесткости после проведения двух циклов на одинаковое лечение до второго статипа и ниже порогового значения СТР в 4, можно прогнозировать, что у данных пациентов может быть полный ответ. И также вот, что такое исследование не стоит на месте. На данный момент разрабатываются и внедряются применения контрастного усиления, которое позволяет наглядно демонстрировать изменения контрастирования в структуре опухоли и с помощью построения графиков также предположить то, как отвечает опухоль на проводимое лечение. Перейдем к магнитно-резонансной томографии. Она позволяет нам наглядно оценивать образование до начала лечения, как оно изменяется и уменьшается после проведенного лечения и также оценивать хорошо лимфатические узлы. Достаточно хорошо. И, несомненно, она выполняется обязательно с внутривенным контрастированием. Также мы можем построить графики накопления, которые нам говорят о том, насколько хорошо отвечает опухоль. Давайте посмотрим. И, несомненно, очень важным моментом проведения магнитно-резонансной томографии является выполнение именно мультипараметрического исследования, которое должно обязательно включать в себя динамическое контрастное усиление и дифферсионно-извешенное изображение. Что касается контрастного усиления, существуют различные типы накопления контрастного препарата, где первый тип – это постепенное линейное накопление препарата в течение длительного времени. Данным накоплением чаще всего характеризуются доброкачественные образования. При этом третий тип, где есть быстрое накопление, быстрое вымывание препарата, чаще всего именно злокачественные образования имеют такой тип накопления. И было проведено исследование, которое проводило сравнение изменения типа накопления кривой после проведенного лечения в образовании, соответственно, при раке мощной железы. И было отмечено, что третий тип накопления, патологический, на первом этапе, до начала лечения, был более чем у 90% пациентов. Однако на третьем этапе, после завершения наидевантного лечения, 50% пациентов имели первый тип накопления контрастного вещества. То есть, условно, доброкачественное. То есть, по типу накопления мы можем определить то, как отвечает опухоль. И нужно не забыть про использование диффузионно-взвешенных изображений. Сама по себе диффузия основана на определении количества межклеточного жидкости в межклеточном пространстве. Когда в образовании опухолевых клеток чаще всего активно делятся, их много, и, соответственно, межклеточного пространства и жидкости очень мало. И это мы регистрируем на диффузии. Однако после проведения лечения, на фоне лечения, уменьшается количество этих клеток за счет явления некрозы, апоптозы. За счет этого расширяются межклеточные пространства, и мы можем это регистрировать хорошо при магнитно-резонансной томографии. Давайте посмотрим пример. К сожалению, указка не работает. Значит, мы видим образование мощной железы до лечения слева. И далее этапы, второй и третий этап, уже после окончания лечения, мы не видим образование. И на нижних изображениях мы видим пораженный лимфоузел, который из-за пораженной лимфоузел, цепочку которой дальше не визуализируется. На верхних изображениях это постконтрастные серии, также видно крупное образование, которое накапливал препарат, и после наидеватного лечения оно не визуализируется. Ниже представлены диффузионно-взвешенные изображения с ЭКД-картами, соответственно, также мы не видим участков изменения коэффициента диффузии. И также изменения типа кинетической кривой. Сначала был третий патологический тип накопления, и он постепенно изменился на первый тип накопления парамагнетика. Пример частичного регресса. Также слева МРТ, опухоль мощной железы до начала лечения, и снизу пораженные лимфоузлы. После проведенного лечения мы видим, что опухоль сначала уменьшилась в размерах, и затем дальнейшее ее уменьшение. И она хорошо все равно визуализируется на постконтрастных сериях и на диффузионно-взвешенных изображениях. И также изменения типа кинетической кривой. Но он изначально был второй, потом изменился на первой. Но это, скорее всего, из-за кольцевидного накопления и некроза в структуре. Пример прогрессирования. Здесь уже смотрим сверху вниз. То есть сверху исследования до начала лечения. Мы видим, что опухоль уменьшилась в размерах. И несколько фрагментировалась во втором ряду. Это специальные суммационные снимки контрастных серий. Видно фрагменты. И затем эти фрагменты увеличились. Следующий в нашем арсенале метод лучевой диагностики – это мамосинтиграфия. Она позволяет тоже очень хорошо регистрировать и оценивать то, как отвечает опухоль на проведенное лечение. Несколько примеров. Мы видим увеличение образования как по данным, соответственно, маммографическим снимкам, и также увеличение зоны накопления радиофарм препарата. Здесь пример стабилизации. Мы видим, что не увеличились в размерах ни нимфоузел, ни пораженная, ни сама по себе опухоль. И также не отмечено увеличение интенсивности накопления радиофарм препарата. И далее пример полного регресса. Мы не визуализируем опухоль ни на маммографических снимках, ни на снимках, где регистрируется радиофарм препарат. Оценка ни на маммографических узлов, она, несомненно, вызывает большие трудности для всех методов лучевой диагностики. Однако, чтобы как-то оценить их, мы можем ориентироваться чаще всего именно на структуру. На примере магнитаризанса на томографии мы можем оценить четкость контура, утолщение коркового слоя, наличие и отсутствие перифокального отека, жировые ворота и асимметрию количества. Однако, есть работы, которые пробуют найти какие-то функциональные особенности. В частности, была работа, которая сравнивала тип накопления парамагнетика в самих лимфоузлах. И была выявлена немного другая особенность, противоположная обычному от самой первичной опухоли. До начала лечения в лимфоузлах чаще всего регистрировался второй тип накопления, то есть быстрое накопление и выход на плату. Однако, после лечения с полным ответом отмечался третий тип накопления парамагнетика с быстрым вымыванием контрастного вещества. Однако, следует помнить, что полный клинический ответ, ну, либо рентгенологический по данному лучевой диагностике, это не полный подпрофологический ответ. И на примере магнитаризанса на томографии отмечается большая вариабельность данных чувствительности и специфичности у разных исследователей от 40 до 100% в определении полного регресса. И давайте посмотрим пару примеров. В данном случае сверху это опухоль до начала лечения, и пациентки провели наидевантную химиотерапию. Мы видим, что на МРТ участков накопления контрастного препарата не отмечено. Ну, и первый тип накопления вот в области интереса. Однако, после оперативного вмешательства, по данному патоморфологии, был третья степень лекарственного патоморфоза. И противоположный пример. Мы видим, что в динамике на фоне лечения опухоль уменьшалась в размерах. Однако, в итоге, на правом изображении, это субтракционная серия, мы видим, что все равно сохраняется участок накопления препарата. И мы это описывали как остаточную опухолевую ткань. Да, был первый тип накопления, но тем не менее. Однако, после оперативного вмешательства, был полный регресс. То есть, пятая степень лекарственного патоморфоза. В связи с чем, может быть недооценка размеров остаточной опухолевой ткани. Чаще всего, это связано с фрагментацией опухоли. Как я говорил в начале, некоторые участки фрагмента мы можем не визуализировать. Также, нам очень сложно оценивать опухоли, которые не имеют вид узла, диффузной формы образования. И также, некоторые химиопрепараты обладают антиваскулярным эффектом. Таким образом, опухоль не накапливает парамагнетик. И мы можем пропустить данные образования. При этом, переоценка размеров остаточной опухолевой ткани тоже может быть. Она, чаще всего, связана с различными реактивными воспалительными изменениями, которые вызованы ответом опухоли. Также может определяться окружающий склероз. Либо наличие каких-то дополнительных рассеянных очагов накопления контраста, которые мы можем принять как раз-таки за отсевы опухоли. Таким образом, в конце хотелось бы сказать, что, несомненно, золотым стандартом в определении полного регресса является, да и вообще в целом регресса является именно патомофологическая оценка. Для стандартизации оценки регресса нам необходимо всем пользоваться классификацией RECYST 1.1. И стараться оценивать не только изменения размеров, но и какие-то качественные характеристики, которые нам позволяют оценить опухоль более подробно. Спасибо за внимание.